А ты-то вообще знаешь, что произошло? Ты мне рассказывал, что у тебя там с женой твоей было на 14 февраля. Ты знаешь, что в этой семье было, которая там живёт, в этом четвёртом доме? Как эту маму того дебила малолетнего зовут? Наташа Соскова. У них фамилия Соскова. Ты вообще знаешь, что у них там было, контрабандюган? Короче, 14 февраля, 14 февраля. Это муж её Наташи этой веники ей подарил. Прикинь, швабру. Ну ты вообще с ума сошёл? Швабру свои... Ну ладно, суть не в этом. Сынишка-то у них есть, Артём. Дебил ещё тот. И ты помнишь, да, то, что его полиция уже три раза там таскала по судам? Школотрона мелкого! Его мама заставляет вынести мусор, он берёт, короче, и мусор с балкона сбрасывает. Иногда в этом мусоре там и банки, а батя туда вообще кирпичи складывает. Ты прикинь, когда этот малолетний дебил через балкон выкидывает мешок мусора, а там кирпичи. Конечно, его по судам будут таскать каждую неделю. Так, ближе к делу. Эта мама как взяла, Наташа Сосок, вот это, как взяла швабру, как... Хуееее! Этому мелкому Школотрону у него, короче, аж звездюли, звездюли над Пашкой закружились. А всё, знаешь почему? Его мама, оказывается, подписчица моя, да. А мелкий этот, короче, назвал меня лохопедом, лохопедом назвал меня. А мама такая вообще ему, типа, говорит, типа, ты чё, Школотрон, вообще берега попутал на этой планете. Школотрон такой, ну, типа... Ты чё, пельмень квашеный? Ты думал, я с тобой реально тут буду разговаривать? Что-то... Что оказывается? Подписчики-то уже у меня не тупые, вообще не тупые. Вы мне говорили примерно о серии, так, 7-8 назад, когда я торговался с ним оружием. И он должен был мне отдать 31 золотую монету. Я взял у него 30 золотых монет. А он мне ничего... Ты чё, встал спать, баю-баюшки, баю? А он мне ничего даже про это не сказал. Ты мне одну монету задолжал? Ты думал, кто вас здесь крышевать ещё будет, если не я? А ты за своего брательника вообще как бы мазу держишь, отвечай за его поступки. Видно то, что он ещё неопытный. Монету одну зажал. За одну монету он себе зубы новые не купит. А я им их запросто выбить могу. Короче, я тебе на проценты поставил. За эти 7 серий уже не одна монета, а уже 7 монет. Ты в следующий раз будешь знать, как монет... И, кстати, ещё, подожди. Поторгуемся с тобой. 5 золотых монет и 1 золотая монета. Ну, то есть у меня есть вот эта пушка, где она? Пушка вот эта. Я сниму с неё прицел. Эту пушку я выложу. И ещё пистолетик вот этот. Из тебя ещё 6 золотых монет. В следующий раз будешь знать, как меня кидать. Пахлава протухшая. Смотри. И ты тоже мне смотри. Следи за своим шкетом. Смотри. Все-то думают, что я майнкрафтер майнкрафтером. Но никто не шарит то, что все школьники этого района за меня мазу держат. Ну, ничего. Разберёмся с этими ещё контрабандюганами. Кстати. Кстати. Разборки мы закончили. Генстерские. Генстерские. Я поменял свой мерч. Я решил, что на втором мерче, на вот этом, чёрная футболка, нужно изменить принт. Первый принт тоже был прикольный. Но, кстати, если ты не видел тот принт, который был до этого на моей футболке, там моё лицо. И сзади ещё перчики два были. Сейчас их нет. В предыдущей серии всё это было. Если ты не видел предыдущую серию, не расстраивай меня. Не нужно меня расстраивать. Подсказочка. Посмотри обязательно. А сейчас, пацан Тре и пацанессы, я вам покажу, что же я изменил. Мне кажется, всем это понравится. Готовы? Готовы? Раз. Два. Триц. Здорово! Я от бабушки вернулся с деревьев. Видите, какой марципан? Марципан такой жирненький. Ну, раз... Фу! Вы понимаете, любой, кто купит эту футболку у меня... Если пацаны купят эту футболку, придут в школу... Все девочки. Все девочки. А классуха вообще увидит, просто пятёрку сходу поставить. Вы просто посмотрите на это чудо природы. Вы просто посмотрите. Ну разве... Разве это не красота? Разве это не шедевраль... Шедевральная так... Это нужно сюда поставить. А это мы поставим вот сюда. Ну, ёшкины кокошки. Ребята, ну это же... Вот честно, я бы сам бы в такой футболке ходил. Может мне реально в реальной жизни такую футболку сделать? Это же шик! Это же шедевр! И, кстати, кто не заметил до сих пор, я уже пол здесь сделал в своём магазине. Правда, двери ещё не сделал, поэтому ночью здесь комаров просто дофига. Комары зимой. Ну, это жизнь ютубера. Тут вчера динозавр на летающей тарелке пролетал. И с неба банки с мариновыми огурцами сбрасывал. Это жизнь ютубера, здесь чего только не бывает. Магазин в процессе, магазин в процессе. Для чего мы делаем эту серию и что я вообще решил сегодня сделать? Кстати, забегу ещё к контрабандистам, потому что они мне ящик задолжали. Ну, на самом деле не задолжали, просто я решил у них стараторить. Один ящик, потому что у меня нет. А зачем? Я ящик стараторию? Ага, никто не против. Что-то сказал? Ничего не сказал. Вот и молчи себе дальше, не разговорь. Смотри, какой братан у тебя неразговорчивый. Я у него спрашиваю, как дела, он молчит. У вас ящики что-то не ломаются. Ты видел то, что... Смотри, смотри, я... Ты смотри, какая дичь про... Ты видишь, у вас ящики, ребят, не ломаются. Ты видишь, я ломаю ящики, они не выпадут. Что за дичь? Что за дичь? У вас ящики бракованные. Ночь на улице. Колыбелью я теперь не буду, но зато пару пуль могу выпустить тебя. Что-то... Дебилы, дебилы. Даже ящики бракованные, нормальные, купить не могут. Все через жопу. Все через страку. Все не как в нормальных людей. Косянчик, что охраняешь? Ну, охраняй. Тебе... Жалко, что сундук тебе нужен-то, да? Ёшкины моталки. Мне нужна коробка. Вся серия будет сейчас завязана на том, что мне коробка нужна. У меня есть коробка, Шкалатрон. Нет коробки. Ты меня слышишь? Прием. Алло. Пентагон вызывает. Ядерный удар сейчас на ресторан будет совершен. Алло. Шкет. Да не вообще без разницы. Он где-то там у себя вселенной кукует. Дайте мне коробку. У кого может быть пустая коробка? Я не думал, что у нас когда-то будет серия про жизнь ютубера, где мы будем коробку искать. Слышь, гопар необразованный. Коробка есть? И у тебя коробки нет. Это... У нас с тобой конкуренция, если что. Ага, ты мне не подмигивай, не подмигивай. Я-то свой магазин одежды тоже открываю. Скоро ты закроешь свою эту контору паленых гучешмоток. Дайте коробку! Может не орать, а то ночь на улице. А, кстати, где-то Наташа Соскова живет. Мать, которого шваброй. Может у них коробку попросить? Не, у вас нет коробки. Но я к вам еще сейчас вернусь. А то мы в этой серии задумали жителям этого города кое-что... Кстати, Михалыч, дай, дай, я одолжу, да? У тебя же здесь ничего нет. Где сундук-то пропал? Вот сундук, я одолжу. Господи, помилуй, три минуты искать сейчас коробку одну. Что мы решили в этой серии? У Катюхи же вчера была днюха. Кто-то 14 февраля отмечал как День всех любленных, а 14 февраля у моей девушки была днюха. А мы-то ничего ей не подарили жителями города ютуберов. Ничего. Поэтому я... Ах ты сумасшедший, ешкин кот! Ешкин... Они не дадут мне пожить вообще спокойно в этой жизни. Да шо ж тут за... Ой, подожди, я... Ой, ой. Подожди! Па! Ой, ой, ой. Ага, ага, ага. Подожди, подожди. Да подожди ты, я сказал, подожди. Да подожди! Успокойся! Продолжаем. Я договорился со всеми жителями. И они решили, так же как и я, скинуться по одному подарочке Катюхе. Поэтому мы начнем с Михалыча. Я Катюхе тоже уже приготовил подарок, но я его дам в самом конце. А пока мы начнем с Михалыча. Михалыч! Валяй! Валяй, что ты... Здорово, подарок в сундуке. Ну, естественно, как всегда в сундуке. Михалыч, ты уверен, что в этом сундуке? Может, в этом? Или в этом? А ну, мертвый куст точно нет. Здесь стекло тоже нет. Дерева тоже нет. О, кстати, дерево. Я себе заберу дерево, не против? Оно мне, мне кажется, больше пригодится. Тем более, я коробку искал. Не... Михалыч, ты с дуба рухнул. Ради... Радиат... Ради... Я понимаю то, что в Новосибирске временами бывает минус 40, но как ты хочешь, чтобы я из города ютуберов хочу, чтобы я в Новосибирск 30-килограммовый радиатор загнал? Михалыч, совсем кочерыжка поехала, натронулась вообще одна со своей работой. Ты хотя бы спи иногда. Я понимаю, что это магазин техники всякой приблуды этой, но какой ради... С кем я дружу? Почему единственные друзья, которые у меня есть? Почему у меня единственные друзья, которые у меня есть? Они в Майнкрафте. Радиатор, значит. Один подарок. Спасибо большое, Михалыч. Мне кажется, Катюха оценит. Да, она замерзает 100%. Это же Новосибирск радиатор. Вот прям под подушку положит, будет затылок себе греть. Бомжара. Что ты приготовил? Бомжара, спасибо большое тебе. Я от тебя другого не ожидал. Мне кажется, Катя оценит цветочек, да. Баба... Бабазина? Бабазина? Опа! Кто ты шо? Кто ты шо, Баба? Коробка с помидорками. Ай ты, дорогая моя. Ай ты, я чмок. Ты как... Что? Помидоры зимой, конечно, трудно найти. Да, тем более, они в магазах все какие-то, знаете, как травяные. То есть, кушаешь помидоры, даже не чувствуется вкус помидоров. У кого есть такая же фигня, у кого мамка режет там помидорки в салат, и еще такой, реально, вот реально, последние несколько месяцев, я, когда кушаю помидоры, просто траву безвкусную. Бабзин? Бабзин? Я уверен, помидоры у вас просто высшего сорта. Вот это, вот это пока что самый лучший подарок. Прикинь, я дебил радиатор. Радиатор мне дал. Какой радиатор? Как ему радиатор-то отправить? Ну ладно. Ай, дружба. Геннадий Петрович, Геннадий Петрович, что вы приготовили, Катюхе? Самогон. Она не пьет. Но от вас я, в принципе, другого ничего ожидать не мог. Спасибо. Этот, кроме самогона, ничего другого и не сможет подождать. Горичик Арсений, мой ты дрифтер, мой ты участник форсажа, мой ты племянник вина дизеля. Что ты приготовил, а? Посмотри, в сундаке там подарок Кати. Ты что, с ума сошел? Ты и машину... Ты и машину подарил? Как... Ты какую машину? Какая? От какой машины это ключи? Ты ей машину подарил? Арсений! Да, я тебя засмокчу просто, Арсений, подожди. А какую машину? Какая из вот этих машин? Или... А, скидка на машину 5%. А, это просто сундук с ключами от этих машин. Ты предупреждай, гонщика кусок. А то я уже обрадовался реально, что ты Катюхе в машину подарил. Спасибо большое, Арсений. Спасибо. Я тебе в следующий раз словарь подарю. А то твой... Посмотри в сундак... Ага, понятно. Ясно. Школу прогуливал! Не надо школу было прогуливать. Скидка на машину 5%. Ну, Катюха же себе машину не будет покупать, поэтому у меня уже дома, как бы, есть 30% скидки на машину. Мне кажется, 5% я себе оставлю. Катюха же... Против точно не... Ну, не должна же быть. Ну, ладно, посмотрим. В банк. В банке у нас охранник Стёпа, и в банке у нас банки. Сейчас посмотрим, что они Катюхе приготовили. Радиатор. Самогон. Охранник Стёпа. Здорово. Удиви. Удиви. Здорово, братан. Может, бахнем по стопке? Водяра. Знаешь, мне кажется, тебя, охранник Стёпа, с Генадием Петровичем нужно закарифаниться. Один самогон производит, другой Водяру отменную. Мне кажется, вы лучшими друзьями станете, если... Если... Если общаться начнёте. Не? Вам так не... Вам так не кажется? Я не бахаю! Я не бахаю ничего! Обращаюсь к Геннадию Петровичу. Здорово, банкир. Хотя будь ты адекватным человеком. Дай нормальный подарок. Не радиатор. Добрый день, чем могу... 58 золотых мон... Ты, Катюхе, 58 золотых монет решил под... А, нет. Я же вчера выложил две серии зомби-апокалипсиса. За один день. А, вот 58 золотых монет и накапало. Сорян, что заранее обрадовался. То есть ты, Катюхе, никакой подарок, да, не сделал? Жлоб! Жлоб! Вот такой вот у нас жлоб. Я ролик отдельный запишу про тебя на ютуб, скажу. Банкир жлоб! И что, друзей у него больше не будет, что он жлоб. А еще ты жлоб, запомни это. Вот буду снимать совместные ролики. Позову охранника Степу, тебя не позову. Ага. Потому что ты жлоб, жлоб, ага. Жлоб! Не смотри, да, жлоб! Окно тебя... Ахаха! Разобью! Ну, потому что ты жлоб! Вот, мне ничего не даешь окно ватай, да. Жлоб! Остался Костянчик и остался Мелкий Поваренок. Хотя Мелкий Поваренок, мне кажется, ничего не подарит. Откуда у него бабки, да, чтобы что-то подарить? Хотя, почему он же у меня работает? В самом лучшем ресторане на планете Итальяно. Итальяно. Почему все друзья дебилы? Костя. Я понимаю, что Катя девушка. Это логично. С парнем я не встречаюсь. Не встречался бы. Разбиваю сердечко шипера. Ну, а Сибирске минус 40. Я повторю. Какая юбка! Ну, это же Костя. У Кости в голове не мозги, а НЛО летает, мне кажется. Я не знаю, что у тебя там... Ну, спасибо. А тебе нужно с Михалычем покорышиться. Вот ты какого-то радиатора подарил? А ты юбку подарил? Ну, а ты пил? Вы случайно не братья? Не, ну ладно. Мелкий, не разочаруй меня, пожалуйста. Что ты, Катя, приготовил? Три порции суши! Ай, ты мой сын! Приемный от другой мамы и жены. А ты краса... Суши. Суши я бы и сам, на самом деле, захомячил. Ну, ладно. Катя отправлю. Хотя, мне кажется, пока суши туда дает. У нас в Сибирске они уже прогниют. Там, ну... Спасибо большое. Мелкий, спасибо большое. Ай, ты какой молодец. Суши, ну, знаешь, что Катя суши обожает. Так, все. Сундук, 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 сундук. Это сейчас нужно как-то отправить по почте. Я надеюсь, что все же почтальон Печкин придет и заберет мое письмо. Так, сначала давайте вот это все сложнее. Что у нас есть? У нас есть радиатор, у нас есть цветок, у нас есть самогон и водяра, коробка помидор, скидка на машину 5% и суши. И еще остался мой подарок. Я так подумал, то, что Катя учится на рекламщика. В шараге своей, которую она университетом называет. И я решил ей подарить Должность Директора Магазина Э! Э, это я! Ну ты что, не узнал? Это же я! Я подумал, то, что она будет отлично справляться с этой должностью. Она же рекламщик, она ответственный человек. Она, в принципе, любит этим всем заниматься. Мне кажется, ей будет даже в кайф. Да, тем более, как бы, должность Директора Магазина не валяется на на дороге, да? Да и бабки там нехилые можно поднимать. А тем более, до того, как я приеду в Новосибирске и отдам ей вот этот магазин, я же его уже полностью обустрою. А потом просто приеду и передам ей полностью весь готовый магазин. она станет директором. Поэтому вот мой подарок. Я надеюсь, что он ей понравился. Подождите, я уже хотел сюда. А что там было? Должность Директора Магазина. Плата за коммунальные услуги за дом 4 золотые монеты и плата за коммунальные услуги 19 золотых монет за ресторан. Ну да, я же этим домом сейчас не пользуюсь, а рестораном каждый день пользуюсь. Это еще на меня, наверное, повезло, то, что так мало. 19 золотых монет. Он же целыми сутками работает. Мелкий поваренок там сушки крутит. А там еще что-то же было. Диск. Какой диск? Кто вообще диском пользуется в 2019-м? Флешки есть? Или... Так, у меня дома есть вроде старый магнитофон моих родителей. Сейчас я посылку там оставлю, потом ее отправлю. Диск, мне же интересно, что это за диск. Сейчас я быстренько за магнитофоном. Что это может быть такое? Диск. Что-то может быть записано. Закройся уже. Опа. Так. А, ну я, я, конечно, мод... То есть я сейчас, я, я, я сейчас по всему городу бежал с этой юбкой. Я юбку, точно, я, Катя, юбку забыл. Вот какой хороший подарок от Кости. Костя юбку подарил Кате, а я, случайно, ее себе присвоил. Так, магнитофон... Привет всем. Эдечка, ребята, как вы там поживаете? Не скучаете? Ну ничего, уже один месяц прошел, еще осталось два. Катя, а почему? Они тебя очень быстро, вот увидите. А у меня для тебя посылка есть, я ее отправила тебе по почте. Трек номер, записывай, жп, жп 69133 7 пи-пи-писк 123 точка. Забери ее как можно скорее, а то ее отправят мне обратно. Что там такое, я тебе не скажу. Это будет сюрприз. Ладно, будем прощаться, всем желаю хорошего дня и осторожного вскрытия посылки. Аккуратно там, кто его знает, что внутри. Посылка на почте? У нас что, в городе почтовое отделение открылось? А что мне Катя там прислала? И вам тоже. Так, посылка из Новосибирска? Новосибирска? Мам, пап, я побежал на почту. Ха-ха-ха. Мам, по-про-тенем. О, по-про-тенем. Субтитры сделал DimaTorzok